Потому что и людям плюс, которые играют на всех этих проектах, по типу там Red Mirror Mobile, а я, знаете, хочу посмотреть за ДС, как он там вот это вот всё матом кроет, как бы контента, я извиняюсь, а мазинг РП он хочет сделать, хочет портировать, хочет вот это вот всё сделать. Однако, барвиха, ролеплей вот это вот всё открывает, и по-моему, насколько я могу знать, что у них там, как у них там и так далее. Вообще, вы знаете, Black Rush, она так молниеносна, абсолютно точно, а по итогу оказалось, что, ну, особо сильно там, знаете, как-то весь тот... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. КРМП проектов с каждым днём становится всё больше и больше, и, видимо, видя всё это, такой проект в GTA КРМП на андроид, как барвиха, решает открыть свой новый сервер. Об этом мы, кстати, сегодня и поговорим. В этом вступление такое, знаете, очень необычное. Я бы даже сказал, очень нетипичное для меня, что в целом одно и то же, но для того, чтобы растянуть коронометраж, почему бы не сказать одни и те же слова несколько раз? Ну да неважно. Сегодня я бы хотел на всю эту тему поговорить, мол, что будет с барвихой дальше? Ведь не только там, знаете, Black Rush и какая-то вот эта вот вся онлайн-Russia открывается. Не только же всё это будет в скором времени, я более чем уверен, ещё и Радмир Мобайл. Но скоро ещё будет Brilliant Roleplay. Скоро будут все остальные сервера и проекты всё-таки портировать свои вот эти вот компьютерные GTA КРМП проекты на телефон. Для чего они всё это делают? Ну, я думаю, рассказывать не нужно. У меня уже там, знаете, сколько роликов было посвящённых тому, зачем же они всё это делают. И всегда всё сводилось к одному. И, разумеется, это заработать денег. Заработать как можно больше денег, ну, разумеется же, не как можно меньше же. Ну, чё, типа, это же вполне логично. И я не думаю, что осуждать их за это, ну, как-то, как-то, типа, уместно. Потому что и людям плюс, которые играют на всех этих проектах по, типа, там, Радмир Мобайл, Амэйзинг, там, Амазинг, все вот эти вот прочие. И разработчикам плюс, потому что новая аудитория, она такой, знаете ли, лишней-то и не бывает. Тем более, что многие люди в комментариях под видеороликом под названием Амэйзинг РП на телефон, там, то, что Андроид, Амэйзинг, где я рассказываю о том, что вот, Амазинг РП, он хочет сделать, хочет портировать, хочет вот это вот всё сделать, хочет вот этот вот весь рынок захватить, чтобы как можно больше людей перешло туда играть, чтобы люди зашли и такие, о, а мы-то тут хотим играть, мы вот хотим сделать то, мы хотим сделать это. И барвиха, видимо, видя всё это, потому что сейчас время открываться, но оно, знаете, не особо хорошее, типа, сейчас у всех, там, знаете ли, начинается сессия, не знаю, что там у школьников, я в школе уже, там, знаете, два или сколько там, три года уже не учусь, а не знаю, что там у школьников, каникулы, не каникулы, давно ли они на них, долго ли они на них, когда они там вообще на них уходят, в каком числе декабря, или они там уже сидят, уже готовы ко всему этому, я не знаю. Ну, если, разумеется, тут есть школьники, там, в пятом, в шестом, да, в любом, в общем-то, классе, кроме первого, я не думаю, что первоклассники, они сидят такие, в свои вот эти вот 7-8 лет, такие, о, а я, знаете, хочу посмотреть за ДС, как он там вот это вот всё матом кроет, как бы контента, я извиняюсь, 18+, тут, и если вы его смотрите, то, разумеется, тихо. И самое главное, маме обо всём этом не рассказывать, чтобы она не сказала, мол, да кого ты смотришь, вот посмотри Владислава Павлову, вот он сидит, там проекты сливает, сперма осьминога, сперма, там, вот, кондиционера, га-га-га-га-га-га-га, чтобы вот этого вот всего не было, разумеется, говорить обо всём этом не нужно. Однако, Барвиха, Ролеплей, вот это вот всё открывает, и, по-моему, насколько я могу знать, даже в мониторинге Лайф Мобайла их сейчас нет, вот этого вот всего проекта Барвиха РП, потому что, вроде бы, и у Сантропе там всё вот это вот выключили, и, вроде как, вот, Барвихи тут вообще нету, да, то есть, есть там, то есть, онлайн Ролеплей, есть Флинн Мобайл, есть Самп Мобайл, Перфект Мобайл, Ариэс, сколько у вас тут всего, Ариэс, Кэрис, Лакшери Ролеплей, все проекты тут есть, но Блэк Раша, она такая, знаете, топ-1, и она уже занимает 8000 онлайна, возможно, если я перейду в официальное сообщество Барвихи, я всё это пойму, что у них там, как у них там, и так далее, вообще, вы знаете, Блэк Раша, она так молниеносно, абсолютно точно выстрелила, я даже не думал, что вот такое может быть, то есть, о ней никто-никто не слышал, и вот тут сейчас она 8000 онлайна, и, разумеется, Радмир Мобайл и Амазинг РП, или Амейзинг РП, вот уж там, как вам будет лучше, как кому нравится, можете сами распределиться, вы там можете всё вот это вот сделать сами, понимаете ли, в чём дело? Они, я думаю, вот не особо большой кусок пирога отхавают, то есть, будет примерно та же самая ситуация, что и была с Аризона Мобайлом, со всем этим портом, со всеми вот этими вот прочими вещами, когда все ждали, когда все думали, о, Аризона Мобайл, это же Аризона Геймс, это же Родина РП, это Родина Полиплей, это же Родина вот эти вот все прочие вещи, у них же там так много всего, у них же они там вот такие классные, мы все хотим поиграть, мы все там хотим вот это вот всё сделать, и так далее, и тому подобное. А по итогу оказалось, что, ну, особо сильно, там, знаете, как-то весь тот онлайн с Arizona Mobile отследить нельзя, и это вообще первое, что хотелось бы сказать, а во-вторых, ну, типа, ну, не сказать, что особо много людей, да, разумеется, у меня на видеороликах по решению всех вот этих вот проблем, связанных с Arizona Mobile и со всеми прочими вещами, там, бешеные какие-то просмотры, там, по 20, по 15, по еще там сколько-то тысяч, все вот это вот прочее, в Telegram конверсия пришла бешеная, все подписались, все писали, мол, как решить проблему, как вот это вот там все прочее сделать. Вы, кстати, тоже можете подписаться в Telegram, но об этом я расскажу немного позже, но подписаться вы, кстати, можете уже вот прямо сейчас на плюс-минус, там, сколько сейчас, шестая минута, пятая, четвертая, третья, неважно. И, в целом, сейчас, то есть, я перешел в барриху РП, то есть, тут у них даже вот в самой группе-то всего этого мониторинга нету, и это очень грустно, это очень фигово, я прям вот на все это смотрю, думаю, ё-моё, как же так? Ты переходишь на сайт, ты думаешь, вот, сейчас я зайду, сейчас я посмотрю, сколько там онлайн, а онлайн по итогу отследить нельзя, почему так происходит, непонятно, сколько у них серверов, сколько у них всех прочих вещей, мы тоже отследить не можем. Единственное, что мы можем сделать, это просто зайти в новостное сообщество под названием Life Mobile и вообще посмотреть, когда будет все это открытие, а открытие вот этого всего проекта под названием, вернее, сервера Лакшери на проекте Барриха РП, оно будет 12 декабря в 5 часов, и возможно, что оно, так знаете, откроется, придет какая-то новая аудитория, но я не думаю, что на Баррихе типа все слоты забиты, и вот они сейчас вот так вот открываются, как-то непонятно как, и я вообще, если честно, не знаю, для чего они все это делали. И мне прям вот страшно за них, что же у них там будет дальше, а как бы они, знаете, вот это вот клишированные фразы, не повторили судьбу Самп РП, только уже не в GTA Самп, а в GTA КРМП, и представляете, не на компьютере, а уже на телефоне, чтобы они всю эту судьбу не повторили, потому что сколько у них там онлайна, что у них там вообще происходит и так далее, это все понять, если честно, нельзя, и какая у них там сейчас ситуация, мы тоже особо сильно вот это вот все узнать, понять и сделать вообще какие-то выводы по всей этой ситуации не можем. Очень грустно, очень фигово, тем не менее, ладно, я думаю, что вы в целом меня поняли, пишите в комментарии, как вам Киберпанк 2077, вот это сейчас обзор на него был, кто, возможно, не знает, что я, блять, несу, не важно. Заходите на Arizona Rollieplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также вся дополнительная информация находится в описании данного видеоролика, там же в описании находится ссылочка на мой телеграм-канал, вы туда можете перейти, и там всю эту информацию вы также можете посмотреть. Там вообще вся информация про меня, про людей, которые там, я не знаю, может быть, и находятся возле меня, и все вот это прочее, а в закрепленных сообщениях там все есть. Заходите, смотрите, всем до свидания и до свидания.